Играл, это вообще классическая Мираклрога была через Шадоустеп или Роя. Ну и покажите же нам руку. Так, рука Павла хорошая. Пойдет, пойдет. Оставил на мулигане расхитителя гробниц. Также есть пират Прайдоха. Монета, ШРУ, а также удар в спину. Омега-Зироу на первый ход играет статуя ворона, раскапывает озарение. Здесь будет открываться Павел у нас пирата Прайдохи. Кстати, про Барнса мы забыли сказать. Здесь Барнс также... Барнс это, в принципе, в Малероге уже такая карта привычная. Есть, есть карта. Гнев, смотри, как гнев приносит с пират Прайдоха. Барнс просто может принести какую-то неожиданную карту, типа гублена аукциониста. И это тебя серьезно может толкнуть вперед, дать тебе буст. На втором ходу экипируется Валира клинками, пока нет надобности спешить. Все хорошо. А здесь... Созарение. Созарение, да, разыгрывается лазурный дракон. Омега-Зироу. Ух, там просто чат захвачен. Павел, take my energy. Все правильно. Все болеют за Павла. Удар в спину. Агент Шру не тратит Павел монетку. Понимает, что это важный ресурс под гоблина, который уже пришел. И у тебя есть расхититель. Гоблин, который будет крутиться. Наконец-то. Ну а здесь для Омега-Зироу четыре кристалломаны. Есть озарение. Есть Финдрал. Не знаю, играть просто размах как-то так себе идея. Играть Финдрала. Перед четвертым ходом особенно. Что добирать. Просто живые корни плюс лицом доразменивать. Агента. Не слишком ли это пассивное решение? Это очень плохо. Но есть ли вариант у нас до Омега-Зироу? Ты удешевляешь хотя бы своего великана здесь. Ну такой на самом деле достаточно грустный ход для друида. Но а что делать? В ответ Павел спокойно, смело выставляет расхитителя. У него на самом деле он в определенный момент даже глаза закрывал в ожидании хода оппонента. Ну нервничай. Павел, это видно. Это видно. Ну очень напряженный момент, друзья. Цена ошибки невероятно высока. Победитель проходит групповую стадию Близкон. По сути это Best of Seven за право продолжить участие в чемпионате мира. Самая важная возможность выиграть 250 тысяч долларов. Как минимум эта партия стоит 25 тысяч долларов. Вот эта игра конкретно. Даже несмотря на то, что как ты дальше выступишь. Игра стоит, даже конкретно эта игра 25 тысяч долларов сверху. Да и деньги не главное. Это возможность дальше продолжать выступление на Близконе. Выступить лучше. Возможно пробиться в полуфинал, чем черт не шутит, в гранд-финал. И здесь гоблин-аукционист. Гоблин-аукционист Барнса, идеально. Боже мой. Поехали крутиться, есть монета. Павел смотрит, кстати, на Омега-Зеро, заметь. Ну как тебе? Здесь у нас удар уходит в лицо. Раздумывай, Павел. А знаешь, что самое главное, кстати, паки самое главное, ребята. Все болеют за баллов. Нет, нет, нет. Никаких паков. Так, пират Прайдоха приносит Кинария. Кинарий. Где-то я это уже видел. Как же он катает. А вот про гоблин-аукциониста с Барнса я не шутила. Я просто знала, что так будет. Теперь есть у Мега-Зеро возможность почистить этот стол. Есть у него размах, есть у него гнев. Но не слишком ли это медленно? Против Мали-Роги у тебя 20 дней здоровья. Ты абсолютно никак не оказываешь давление на стол. Ты абсолютно никак сам не атакуешь. Ну хоть как-то отбивается Мега-Зеро с помощью размаха. Разыгрывается буйный рост. Буйный рост, кстати, сыграл. Павел продолжает. Император Таурисан, который удешевляет потрошение гоблина. Лазурного Дракона. Есть еще Вея. Рука, в принципе, сильная. Да и гнев, не забывай, который пришел с пиратом. Гнев, конечно, в лицо не закинуть. А так все здорово. Пока что все окей. Чем продолжать отбиваться Мега-Зеро? Возможность? Нет. Возможность сыграть йога, но нет. Так, паузу выбирает. У нас китайский игрок. Все правильно делает. Сейчас очень большое давление. И было видно, как он прям распереживался здесь. И я его понимаю. Есть возможность забрать. Есть возможность раскинуть размах. Плюс у тебя есть гнев. В наличии Финрал. Все это через заклинание удешевляет великанам. Какие еще варианты здесь? Начинает с гнева. У нас китайский игрок. Гнев на добор, судя по всему. В Таурисана уже горит фитиль. Приходит Талнос. Знал бы прикуп. Сыграл бы на единичку. В Барнса. Чтобы забрать. А так приходится добирать еще лицо. Но справляется с этим столом у нас Омега-Зеро. Но это очень плохо. Объективно не плей Омега-Зеро, а ситуация, которая складывается. Он отбивается. У него позиция просто проигрышная. Мали Рога, которая еще не играла свою главную легендарную пасу. Может с монетки Кенария сыграем? Чтобы совсем морально задоминировать. Давай Кенарий на седьмой ход. На Роге против Друида. Против Друида сыграть Кенария. Смотрим за эмоциями Омега-Зеро. Он говорит, интересно. Неплохо играет. Мой оппонент. Эти европейцы все-таки что-то понимают. Что-то умеют. И это будет Озарение и Йок. Озарение и Йоксарон. И вновь все решит древний бог Йоксарон. Поехали смотреть. Карабша уходит в 2-2. Убивается Кенарий. Лунный огонь. Улетает в лицо. Пойдет. Духи Дикого Волка. Превращение уходит в Духа. Вау. Получаем еще больше провокаций. Метка и Шираджа на Овсу. Караболоховый чай приносит много Робинаросов. Серьезно? Я леваю просто с этой партии. Так. Может мы как-то летал-то тут придумаем. Давай будем смотреть летал. Есть потрошение у нас здесь для Павла. У нас есть дракон, который принесет карту как минимум. У нас есть два веера. Усиленные. Плюс удар в спину. И гнев. Из прямого урона у нас на руках потрошение. Пока не хватает по урону. Но вот какая у тебя великолепная зачистка. Здесь. Ну подожди. Не хватает. Шесть. Плюс пять. Одиннадцать. Да. Немножечко не хватает. Вот если бы то урисан удешевел один из вееров, было бы прям совсем великолепно. В дроу отпускает гнев Павел. Рога, который ставит. Кенария. Опа. А вот и потрошение. Еще одно потрошение под силой магии. Но сейчас это по мане все не впишется. Вер Клинков. Приносит еще и коварный удар. Просто все в лицо. И на двух единицах здоровья остается жить. У нас Омега-зиро. У Павел близок к тому, чтобы пройти все-таки в плей-офф. Перевернуть игру с ног на голову. Напомню, что проиграл моль. Четыре партии у своего оппонента отжать. Причем четыре партии подряд. Чтобы мы не говорили, что конквест это балансный формат. Но когда ты проигрываешь четыре игры, хотя бы на одной колоде до тебе не зайдет. И вот такие жесткие камбэки с 0-3 делаются крайне редко. Павел нервничает. Опять же, там возможно, возможно, уже нашли летал прошлым ходом. Это не имеет значения, друзья, потому что партию эту Павел забирает. Причем какая же это была красивая серия. Невероятно великолепно отыграл Павел. Омега-зиро очень достойно сыграл. Это было действительно невероятно. Кенарий, Гнев, три Рагнароса, четыре Йоксарона. Невероятно. Поздравляем еще одного представителя СНГ. Он будет защищать честь Европы в топ-8.